Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните! Елена Звёздная Все ведьмы рыжие Серия Терра, книга 1 Аннотация Три истины, которые знает каждая современная девушка. Магии не существует, ведьм истребили в средние века, Кощей умер от иглы, которая была в яйце, которая была в утке, которая... Как бы не так. Стоит только присмотреться и выясниться, что твой настырный поклонник-колдун и подсовывает тебе не сок, а самое, что ни на есть, приворотное зелье. Любимый тренер, кажется, маг, а герой и несбыточная мечта всего универа на самом деле внук всё ещё здравствующего Кощея. Сказка? Возможно. Вот только в этой сказке зло какое-то слишком наглое, а добро забитое и на болотах ради собственного выживания прячущиеся. И что делать, Ритке? Стать ведьмой, причём обязательно рыжей, вредной и ехидной. Потом взять метлу в руки и ринуться, наводить порядок. И помнить, добро непременно победит зло. Непременно. Чтоб неповадно было. Кстати, а вы в курсе, в кого превращаются добрые рыжие ведьмы? Выпила? Замечательно. Теперь всё, Ильева. Теперь ты будешь умолять меня о ласке. Ты будешь на коленях просить меня о внимании. Ты забудешь о гордости, жизненных целях. Ты забудешь даже своё имя. И ты будешь принадлежать мне, Маргарита. Вся без остатка. Дэн победно усмехнулся, глядя на меня своими зелёными колдовскими глазами. О да, он был хорош. Два метра ростом, косая сажень в плечах. Из синей-чёрной волосы, идеальной, на мой взгляд, шестисантиметровой длины. И улыбка. Улыбка истинного искусителя. А ещё у него имелось прозвище. Колдун. Кто его знает, откуда Дэн им обзавёлся. Но что-то в нём действительно было колдовское. И вот теперь я, кажется, поняла, что... Знаешь, Дэн, протянула ему бутыль с соком, который он меня одарил перед тренькой, и, как выяснилось, с далеко не бескорыстными намерениями. Никогда не любила сок манго. Приторный слишком, на мой взгляд. Искоса взглянула на него и добавила. Как и ты. Колдун начал медленно терять вид, я самоуверенная скотина, трансформируя его в... То есть как ты это не пила? Тут же всего полбутылки осталось. Растерянно произнёс он. Ага. Невинно пожала плечами. Знаешь, вот Ксюша манго любит. Первая красавица нашей группы всё время монолога Дэна стояла за моей спиной и тяжело дышала. Мелькнула странная мысль, но решила всё же её высказать. «Приворотное зелье?» Дэн сначала кивнул, потом отчаянно затряс головой, изображая «нет». Интересная реакция. Он что, реально пошёл к какой-то доморощенной шарлатанке и заказал приворотное зелье? Он что, реально в такое верит? «Хоть ограниченного действия?» Сдерживая улыбку, спрашиваю у неудачливого соблазнителя. «Нет», – простонал колдун. «Весело». Я перекинула рюкзак на спину. «Ну, совет вам да любовь». Когда я уходила, спокойно, уверенно и не оборачиваясь, спину мне прожигал полный ненависти взгляд колдуна, которого, забыв о чести, гордости и собственном имени, умоляла о ласке и так уже год не дающая ему прохода Ксения. Мольбы медленно, но верно переходили в требования. Свеча на нашем столике мигала, шипела и положительно отказывалась создавать романтический антураж. «Ритуля, я…» «Я должен задать тебе один вопрос». Влад смутился, прочистил горло, взглянул на меня светло-голубыми глазами и умолк. Третий месяц отношений – критический срок. Обычно к этому времени парни приходили к выводу, что пора бы переходить от поцелуев к чему-то большему. И начиналось… Собственно, уже началось. А Влад мне нравился. Нет, любви не было, просто нравился. Я студентка, а он уже уверенный в себе мужчина с небольшим, но доходным бизнесом. И дело не в деньгах. Дело в том ореоле уверенности и надежности, который словно окружал Владислава, и сам он был спокойный, надежный. Мы познакомились с летом, когда он, проезжая на своей иномарке, заскочил колесом в лужу и забрызгал меня в белом платье, спешившую на день рождения к подруге. Звание козел он сразу опроверг, остановившись и предложив возместить причиненный ущерб. То есть он сначала предлагал заплатить за испорченное платье, я попросила отвезти меня домой и на этом расстаться. Однако стоило в шортах и майке выбежать из подъезда, как выяснилось, что меня продолжают ждать. С цветами. Так и познакомились. Рит, я... Музыка в уютном ресторане в центре города играла тихая, живая и очень романтичная. Я улыбнулась Владу, поправила упавшую бретельку короткого черного платья. Ты такая красивая. Влад протянул руку, накрыл мою ладонь. Ты самая красивая на свете, Рита. Внезапно распахнулась дверь. Инстинктивно повернув голову ко входу, я увидела входящего Дэна. Он оказался не один. Вновь открывшиеся двери пропустили еще двух высоких, внушительных по габаритам парней. Опасных парней. Не знаю почему, но мне вдруг стало страшно, как по мою душу явились. Ритуля, ты меня слышишь? Я повернулась к Владу. Мой парень смущенно улыбнулся и протянул мне маленькую, алую коробочку. И я забыла о тревоге, появившейся мгновение назад. Влад, мой голос упал до шепота. Я его еще месяц назад купил. Он совсем смущенным выглядел. Не думай, что это решение мне далось легко, просто... Просто... Он направил на меня решительный взгляд. Просто я точно знаю, что без тебя жить уже не могу, а... А сейчас встал, ушел и просто забыл о ней. Хриплый наглый голос вмиг разрушил все очарование момента. Свеча в последний раз затрещала и... погасла. А Дэн и те двое, что появились с ним, приспокойно уселись за наш с Владом столик. И если парни мне были незнакомы, то колдун... Млин, Дэн! Я возмущенно посмотрела на него. Привет, ведьма! Он смотрел на меня чуть прищуренными глазами. Милое колечко, кстати. Ведьмой он меня первый называть начал, еще на первом курсе. Дэн, какого... Договорить мне не дал все тот же наглый, с хриплым голосом. Точнее, он не то чтобы не дал, он вдруг начал делать что-то странное. Черноволосый парень пристально смотрел на Влада и медленно, разделяя слова, произносил. Ты забудешь о ней. Имя, глаза, облик, забудешь все. Встань, иди домой, ложись спать. Сейчас. И в оцепенении я проследила за тем, как бледный Влад поднялся и с абсолютно пустыми, словно невидящими глазами повернулся и ушел. У него и стул бы упал, да Дэн успел придержать. «Влад!» испуганно вскрикнула я. Темноволосый мгновенно повернулся. На какое-то мгновение мне показалось, что глаза у него черные, но почти сразу они стали нейтрального серого цвета, а сам он тихо произнес. «Не дергайся, Марго». И его глаза начали заполняться тьмой. «Слушай мой голос, Марго. Чувствую, как меня начинает ощутимо трясти. С этого дня, с этой минуты в твоем сердце только Денис. Ты будешь любить его, ты будешь думать лишь о нем, ты будешь дышать только им». Издевательская усмешка на губах, и он добавил уже нормальным тоном. «Лучше бы ты выпила приворотное зелье, девочка». Я моргнула. Тьма в его глазах словно клубилась. «Демон, думаешь, подействует?» прозвучал голос Дэна. «Я уже пытался, не сработало». «У тебя вторая ступень, у меня пятая». Темноволосый продолжал пристально смотреть на меня. «А она всего лишь девчонка, шансов на сопротивление нет». Странное отупение сменилось чувством вполне обоснованного возмущения. «Марго?» Дэн прикоснулся к моим волосам, осторожно вынул заколку. Локоны рассыпались по плечам. «Марго, посмотри на меня». «Почти приказ, самодовольный такой, и ухмылка на лице демона не менее самодовольная, и у третьего в их странной компании явно такая же». «Маргарита!» протянул колдун. «Ну же, детка!» Темноволосый демон откровенно усмехался мне в лицо. «Хозяин дал команду служить. Твоя задача исполнять». Продолжаю смотреть в его вновь светлеющие глаза. И демону это явно не понравилось. Подавшись ко мне, он прошипел. «Смотреть на Дэна! И только на него, ясно?» Я кивнула. Взглянула на колдуна. Его наглая рожа меня очень позабавила. Я осторожно взяла бокал с шампанским, которое мы сегодня собирались пить с Владом. И резким движением выплеснула в лицо Дэну. Затем стремительно повернулась к темноволосому и злым, срывающимся голосом высказала все, что думала по поводу случившегося. «Мальчики, ночной дозор в таких количествах читать вредно. Кашпировские доморощенные, придурки. И, кстати, раз уж вы мне романтический ужин сорвали, счет оплачивайте сами, лохи фэнтезийные». И, схватив сумочку и кольцо, прямо так, с коробочкой, я покинула ресторан, в котором сидели три обалдевших от моих слов психа. Продолжение следует...